На строительную площадку сборочного производства космических аппаратов вновь заезжают тягачи с крупногабаритным грузом. Совсем недавно состоялась транспортировка и разгрузка элементов термовакуумной камеры, имитирующие условия космоса. И вновь на объект прибывает технологическое оборудование. В этих резервуарах будет храниться азот, необходимый для создания очень низких космических температур в термовакуумной камере. Система хранения азота входит в состав испытательного комплекса на основе термовакуумной камеры. Соответственно термовакуумная камера предназначена для имитации полета космического аппарата в условиях космической среды. На объект сегодня нам поступили три бака, два из которых объемом 161 метр кубический, длиной 22 метра и диаметром 3,7 метра. И один бак поменьше, он объемом 25 кубометров, длиной 11,1 метра и диаметром 2,4 метра. Баки были изготовлены в Турции. Чтобы осуществить транспортировку сначала морским, а затем автомобильным транспортом, потребовалось разработать серьезную логистическую схему. Из Ростова-на-Дону крупногабаритное оборудование доставили тягачи. А уже отгрузка на объекте осуществлялась с помощью строительных машин. Разгрузка каждого из резервуаров проходит небыстро. Процесс занимает порядка двух часов. Задействована специализированная техника. Два автомобильных крана грузоподъемностью 55 тонн. Вес крупного резервуара более 45 тонн. Длина превышает 20 метров. Баки были отгружены на специальные опоры. В сегодняшней поставке завершается завоз крупногабаритных изделий технологического комплекса сборочного производства космических аппаратов. Вот так день за днем в Щелкове возводится уникальный по своему назначению объект. Первое в стране производство, где под одной крышей будет проходить полный цикл сборки испытаний спутников. Еще один шаг на пути покорения космических просторов сделан. А в ближайшее время планируется приступить к сборке самой термовакуумной камеры и установке системы хранения азота. Анна Балиет, Валерий Жеглей, Игорь Поляков, Сергей Максимов. Щелковское телевидение.